Африканский лев считается самым опасным сухопутным хищником в мире. Силу льву дают как индивидуальные качества, так и поддержка прайда. Но все же лев не самый сильный зверь планеты, и существуют животные, способные одолеть африканского царя. Так кто же эти смельчаки и где они обитают? Для начала стоит отметить, что не совсем понятно, почему льва так боятся, ведь царственный титул львы завоевали во многом благодаря умению действовать коллективно. Другие крупные кошачьи, как правило, одиночки. Лев же живет в составе прайда, он глава своего семейства, лидер и защитник. На охоте и в схватках с другими крупными животными львы помогают друг другу и чаще добиваются успеха не в одиночку, а благодаря слаженной командной работе. Но не всех животных способен взять на испуг грозный рев африканского царя. Саванный слон. Это настоящий танк животного мира, свыше 7 метров в длину, 4 метра в высоту, до 7 тонн веса. Не обделен храбростью, выносливостью, огромной волей к победе. Слоны очень умны, всегда защищают свое потомство, а также пожилых и больных особей. Даже крупный прайд львов старается держаться на расстоянии от стада слонов. Если это расстояние нарушено, взрослый слон атакует льва, и тот вынужден спешно ретироваться. И несмотря на все свои достоинства, царю зверей нечего противопоставить такой громиле, как саванный слон. Крокодил. Морской и нильский крокодил благодаря своим внушительным размерам способны не только победить, но и отзавтракать львом. Морской крокодил и лев в природе не пересекаются, а вот с нильским у львов нередко случаются стычки. Исход этих сражений зависит от индивидуальных качеств противников. В первую очередь длины крокодила, а также окружающей среды, в которой происходит соперничество. На суше побеждает обычно лев, а вот в воде и на мелководье преимущество у крокодила. Бегемот. Бегемот считается самым опасным зверем в мире. Несмотря на то, что бегемоты травоядны, у них весьма агрессивный нрав. Они ссорятся с крокодилами, львами и леопардами. У льва нет никаких шансов одолеть бегемота. Спасти льва от резцов гиппопотама может только бегство. Саблезубая бочка на четырех столбах только кажется медленной и неповоротливой. На деле же, бегемоты весьма шустрые животные. Преследуя противника, они способны разогнаться до 48 километров в час. Носорог. Это одно из самых крупных сухопутных животных на планете. Длина тела достигает 4 метров, а масса 5 тонн. Несмотря на внушительные габариты, эта маленькая крепость развивает скорость по прямой до 50 километров в час. И это еще один достойный противник льва. Правда, в отличие от бегемотов, носороги первыми на львов никогда не нападают, но яростно защищаются и порой способны отбиться даже от целого прайда львов. А в одиночку даже крупный взрослый лев не сможет одолеть носорога. Медведь. Гипотетически, с львом сумеет справиться и хозяин русской тайги Бурый медведь, а также его американский собрат Медведь Гризли. Повелитель арктических львов Умка тоже сильнее короля Саван. Но отмечу, что в данной схватке не все столь однозначно, и результаты такой встречи во многом зависели бы от индивидуальных качеств противников. Тигр. Уссурийские и бенгальские тигры в размерах крупнее льва. К тому же, в отличие от царя зверей, тигры лучше приспособлены к охоте, ведь они одиночки и рассчитывать могут только на себя. Уссурийские и бенгальские тигры в местах обитания являются непревзойденными хищниками, императорами своего мира. Мудрая природа не зря разделила этих животных по разным частям планеты, подарив каждому кусочек царства. Но, как и в случае с медведями, результаты схватки тигра и льва сильно будут зависеть от персональных качеств противников.